Добрый вечер! Что, перешкоджая, больше уважливо относится до проблем конкретного человека, доведался Олег Сентюров. У нас каждое четвертое обращение решено положительно. То есть фактически 25% – это те обращения, которые решаются положительно. Но не надо забывать о том, что и ряд обращений ставится все-таки на длительный контроль. Это те вопросы, которые не решишь даже в течение месяца. Капитальные ремонты домов и замены где-то каких-то сетей. Разом с тем, казать об тем, что у работе со зворотами населенства нема ни до хопа упакули так само нега. Причем некоторые проблемы повторяются с года в год. Особные отказные особы настолько звыклись и со своими высокими посадами, что нияк не ожидают поглядеть на пытания во чем и остальных людей. Наводка ли повинны примать меры о ответственности с деевичим законодавством. Сегодня служба «Одно окно» створена во всех районах Гомельской области. А если больше 100 предупределенных законом администрационных процедур, тут реализуется максимум 60%. В том, что по причине факта бюрократизма, с боку особенных керевников, некоторые из таких чиновников ставят свой подпись под документом, только в том случае, когда человек приходит на прием особиста. Причем, когда трапит на такой прием, необходимо потратить несколько дней, а то и 3 дней. Почас проведения семинара, работе службы одного окна увогли значная увага. Сдавался бы ничего складанного. Натискнул на компьютеры некольких клавишов и вся информация собранная. Але на практице за некольких годов у регионах таки не створили одни информационные сетки. Есть питания и додейности официальных сайтов, які часто настолько складанные, что знайти необходимую информацию на их зусим не просто. Разум с ним необходимо констатовать и той факт, что достатково значная частка зворотов – это спроба выращить урасные проблемы за кошт державы. А тому принятие отмовных рашеньев у таких выпадках заявляется полностью обгрунтованным. А тюль и головные потребования для державных служащих. С людьми необходимо не просто працовать, а и принимать компетентные рашенья. Бюрократизм – это не такое уж и плохое слово. Бюрократизм везде присутствует. И бюрократия – это какие-то правила строгие. Важно, чтобы не было перебора, чтобы эти правила не были излишними, чрезмерными, чтобы требования не были надуманными. Тогда все будет в порядке. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, телерадио-компания «Гомель» за Рогачёва. У субботу 8-го жнивня в Беларуси протягнуть работу промые телефонные линии. У нашем регионе на питание грамадян будет отказывать старшиня Гомельского облого конкама Владимир Андреевич Дворник. Номер телефона промой линии – 75 12 37. Звонки принимают с 9 до 12 годин. Параллельно промой линию проведет старшиня Гомельского облого конкама Пётр Алексеевич Кириченко. Звернуться можно по номеру телефона 75 19 84. Как и заусёды по субботах принимать звороты грамадян будут у районных администрациях и райвы конкамах. Кандидаты у президента смогут звернуться до выборщиков на телеканале «Беларусь-1» с 14 по 25 вересня у самый рейтинговый вечерний час с 19 до 21 годин. Об этом сёня заявила старшиня Центр выборкама Лидия Ярмошина по час посаджения, на яким разглядались о питании подрыхтовки и проведении выборов. Что тычется Раду и Вершанне, кандидаты на посаду керавника державы смогут выступить на Раду и уперед с 21 вересня по другого Кастричника ранецей с 60 до 70. При этом кандидат может выступать только особисто. Как поведомила Лидия Ярмошина, запланованы так само и теледебаты, и они должны отбыться третьего Кастричника. У них, до речи, махчимы удел доверенных особ кандидатов. Сегодня у дельники информационно-пропагандистской группы Гомельского городского выконавчика комитета начале знамесником старшиня Гарвыконкама Оксаной Рудянок наведали Центральную городскую детячую поликлинику. Они ознайомились с ходом справ в этой установе ховы здоровья и сустрелились с ее працовным коллективом. Вера Ника Ворошилина с фадравязностями. Сустреча у дельников информационно-пропагандистской группы Гомельского Гарвыконкама с працовным коллективом Центральной городской детячей поликлиники проходила у традиционном формате. Присутных ознайомили социально-экономическим развитием города над СОЖем, усилуя их профессийной накерованостей и с перспективами Галины Аховы Здоровья. Так само поцикавилися проблемами и препоновами медработников и отказали на хвалюючее их питанье. Новый будинок Гомельской городской центральной детячей поликлиники по улице Мазурова был открытый Крыхуменш за два года тому. Сегодня установа отказываясь самым сучасным потребованием и обслуговывая тысячи детей с прилеглых микрорайонов. Наша поликлиника обслуживает достаточно большое количество детского населения. Это более 18 тысяч на той территории, которая прилегает к нашему учреждению. Из этого количества больше тысячи детей до года и более 4 тысяч детей с года до 4 лет. То есть тот возраст, который нуждается в более тщательном наблюдении со стороны медицинских работников. У структуры поликлиники два педиатричные отделения, а так само отделение медицинской реабилитации и физиотерапии, раннего умешания и клиничной лаборатории, где проводится великий спектр розных доследований. У медостанове створены все умовы для своей шестовой диагностики и лечения. Это позволяет добиваться значных поспехов о снижении колькости захворываний и формировании хроничных патологий у детей. Мы очень довольны самой поликлиникой, персоналом. Дело в том, что у нас есть с чем сравнивать. Мы уже имеем второго ребенка, поэтому появилась возможность недалеко от дома обслуживаться, получать грамотную консультацию специалистов, посещать и ЛФК, и различные другие процедуры. То есть полный комплекс услуг. Зараз у Гомельской городской центральной детишей поликлиницы працуют около 300 человек. Когда уличивать филиалы, лечеба возрастает до полторы тысячи. Не глядя на это, проблема укомплектованности кадрами застается актуальной для установы. Полепшись ситуацию в ближайший час плануется за кошт молодых специалистов в узких специальностях. Дарывши, у поликлиницы все проблемные нюансы принято не откладывать на долгий термин. До приклада зараз тут активно взялись запытания об оказании платных послуг. Утым ликутых, яке пропонуют сами клиенты медустановы. Есть желание молодых мам иметь личного врача-педиатра. Мы же рассматриваем этот вопрос для того, чтобы обеспечить такую услугу как на платной основе, для того, чтобы за каждой семьей был закреплен доктор, который оказывает им гласуточную помощь. Вакцинация – это такой вопрос на повестке неактуальной. Мамы желают проводить активную вакцинацию. И, в общем-то, закупка платных вакцин – это тоже у нас на сегодняшний день вопрос номер один. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, телерадуя компания «Гомель». Сегодня у Ельску отбылося открытие реконструированного памятного знака Героя Советского Союза, Героя Словакии – Яну Налепку. Житевый шлях отважных офицеров тесно связан с белорусским полесем. Он опынулся у Ельску в составе 101-го словацкого полка. Не в забаве установил совесть с советскими партизанами и с группой офицеров и солдат перайшел на их бок. Под рабязностью корреспондента у телеканала «Мазыр». Ян Налепка, яго имем у Ельску, названая в улице, яго имя носит школьная пионерская дружина в Градским краеведшем музее, яму просвечена экспозиция. Историю гэтага человека ведая напыл на кожный же Харьельска. Будучи начальником штаба 101-го словацкого полка, який воевал на боку фашистов, створил подпольную группу и в 1942 году перайшел до белорусских партизанов. Ян Налепка загинул при вызволении города Оруч, Житомирской области, в 1943-м годе. Ему присвоено звание Героя Советского Союза и национального Героя Словакии. Конечно, капитан Налепка, он чрезвычайная, историческая личность. Он же был молодым человеком, просто когда решил на этот очень-очень важный шаг в его жизни, и он организовал просто около 200 человек, которые перешли на страну белорусских партизан. Такого, некоторые историки говорят, что такого просто в истории Второй мировой не было. Его не надо красить никакими идеологическими красками, просто он настоящий герой. Мирослав Мойжета наведовал Ельский району в 2013 году. Тогда и познайомился с героичной историей своего земляка. А местовые улады приняли решение об реконструкции памятного знака Яну Налепку, який находится на однойменной улице. И вось празд два года черговая встреча, а левжу на урочистом открытии памятного знака. Символично, что отбылось это в год 70-го юбилея Великой Перамоги. Такими Аяны Налепки и его подвиг стали основой для сябровских относин по Межсловацкой республикой и Ельским районам Гомельщины. Илона Шауловская, Олег Фитцнер, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». Кале 500 автомобилей уже хороу региона с початку года проверили супрацовники подразделения Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области. Методоследованию – установление соправдности идентификационных номеров отповедной легальности походжения транспорта. Как избегнуть неприемностей при набытии автомобиля в материале наших корреспондентов? В минулом году в Беларусь и на Гомельщину в приватности потоками шли подниманные инши марки из России. Однако радость некоторых автовладальников от выгодной покупки была недолгой. При постановке машины на улику доения редко высветлялась и ее криминальное минулое. В прошлом году к нам на экспертизу поступило свыше 700 автомобилей. В этом году эта цифра уже приближается к полутысячи. В 10% нами устанавливается изменение маркировки. И дальше результаты экспертизы направляются инициаторам для проведения дальнейших следственных действий. У конца минулого года такие факты выявлялись по некольки разов на тыдень. Теперь их колька изначно скоротилась. Однако арсенал экспертов без справы не ляжет. В своей работе мы используем увеличительные приборы. Это переносная лупа, как видите, 4,5 крата увеличения, криминалистическая, обычная. Ей мы осматриваем сами знаки. Таким образом мы устанавливаем, каким способом изготовлены возможные штрихи, которые не характерны для нанесения данных знаков. Кроме этого есть такое вот зеркальце телескопическое. С помощью него мы можем осматривать полости с тыльных сторон в номерных площадках, в скрытых полостях, где можем обнаружить возможные признаки перезакрепления панелей или номерных площадок. В перспективе у нас есть приобретение толщиномера, по которому уже как бы заказом в этом году должны получить, по которому мы, не поднимая лакотражное покрытие, будем устанавливать толщину самого металла. Головный объект доследования Винкот. Это уникальный идентификационный номер с информацией правотворцу характеристики и год выпуску транспорта. Как продать украденную машину, злочинцы знищают оригинальный Винкот, а замест его наносят фальшивы. У некоторых выпадках нечистые на руку продавцы имкнутся схавать узрост машины, для того, как скинуть с некольких годов и, ответственно, накинуть цену. На угол способов махлярства множество, в той час як метод по сбегче обману усягу один. Данный вид исследований необходим людям для того, чтобы люди могли удостовериться при производстве регистрационных действий автомобиля, что именно этот идентификационный номер соответствует номеру в технических документах, при перепродаже, чтобы удостовериться, что он не подвергся видоизменению, коррозию, чтобы не было каких-то ситуаций непонятных при пересечении погранпереходов, а также прохождение технического осмотра автомобиля. И до новинов спортивного життя региона. Завтра в Беларуси стартует хоккейный сезон, традиционно открывая гульнявый год Кубок Руслана Салея. Удел у турниры принимают два простонки Гомельской области – хоккейный клуб «Гомель» и Жлобинский металлург. На первом этапе команды сгуляют в разных подгрупах. Стальовые «Вауки» – первый матч Кубка Краины проведутся на своей пляце. У Жлобин приедет новичок – экстралихи, открытых от чемпионата Беларуси по хоккее «Динамо Бабруйск». Гомель открыет турнир выездным поединком супер хоккейного клуба «Брест». Поболеть за свою команду у Гомельским лядовым палаце аматыры хоккейю забластного центра смогут у ближайший понеделок, 10-го жнивня. У первого домашнего матча в огненной рыси сгуляют с хоккейным клубом «Витебск». Новины регионов, информацию о проектах телерадио компании «Гомель» вы можете изнасти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by И на этом наш вечерний выпуск завершенный. У студии працавала Светлана Князева. Усяго доброго и до встречи у эфиры.